сегодня будет преображение я подготавливаю лицо с помощью маски она с витамином c держу ее на лице минут 15-20 я хочу придать сияние лицу поэтому наношу еще и сыворотку из этой линейки она в концентрации три с половиной процента это мощная сыворотка лицо стало заметно светлее и хорошо подготовилась для плотного тональника я наношу тональный gucci это действительно плотное покрытие full coverage burish the bearish после чего даже не нужен консилер контуринг святая вещь не такая святая как моя мама но холодный правильный тон этого скульптора спасает меня в любых ситуациях рисует красивые скулы казалось бы без контуринга носа не выйти сейчас и на улицу но нет я это делают потому что будет яркий макияж хотя кого я обманываю я всегда контурирую нос я обожаю это дело для того чтобы нарисовать брови я использую любимую же помадку и не стесняясь делаю широкие мазки все растушевываю потом подберу консилером ничего страшного стараюсь соблюдать какие-то техники но по факту просто делаю равномерное покрытие теперь перехожу к мылу для бровей я не делаю долговременную укладку уже давно не то чтобы я ее разлюбила просто сейчас кризис но на самом деле мыло отличная альтернатива долговременной укладки и какое решение бы вы не приняли мыло в любых ситуациях вам поможет использую фломастер для бровей это необязательный шаг просто мне показалось что у меня есть пробелы я их закрашиваю но вот это уже обязательный шаг если вы хотите чтобы брови выглядели аккуратно я использую консилер можно использовать тональный крем и маленькой щеточкой аккуратно пройтись возле бровей я хотела сделать макияж с акцентом на нижнюю слизистую и вытянуть в cat eyes поэтому я использую фиолетовый карандаш чтобы подчеркнуть карие глаза хожу небольшую пытку тыкая себя в глаз но эффект стоит того глаза как будто бы подсветились и вытягиваю все в кошачью стрелочку розово-фиолетовая палетка теней такая же прекрасная как орхидея на фоне но я использую самые грязные оттенки из этой палетки за что зачем не знаю но люблю а теперь наношу фиолетовый цвет и дублирую стрелку это темно-фиолетовый цвет но я хочу чтобы эта стрелочка была понасыщеннее поэтому я добавляю другую палетку теней где неоновые цвета и опять неоново-фиолетовым я дублирую стрелку после этого черным карандашом я прокрашиваю межресничку обязательный шаг чтобы ресницы были или казались густыми до того как накрасить ресницы я приклеиваю блестки на глиттер гель который фиксирует но не как клей эти блестки и они не падают никуда с лица эти красивые блестки наношу их пальчиком прихлопываю скотч он поможет мне убрать остатки осыпавшихся блесток остальных неугодных блесток я подчищаю консилером если даже останутся ничего страшного это всего лишь макияж туши для ресниц я думаю все помнят как пользоваться сначала использую керлер а потом тушь миссии как я всегда говорю тень должна от чего-то падать в моем случае от ресниц именно поэтому я их себе клею потому что у меня они не очень длинные знаю что у кого-то своих достаточно но я себе все же наклею я использую подводку фломастера ей очень удобно скрыть изъяны которые между ресницами накладными и своими и прорисовываю небольшую стрелочку на уголке глаза веснушки с ними у меня никогда не получается не переборщить поэтому придется терпеть возможно есть порча макияж но это не точно получилось довольно аккуратно но для некоторых это может быть too much я добавлю еще немного фломастером для веснушек и перехожу к губам я оформлю губы карандашом он не удовым максимально нюдовый без особого цвета даже немного серый смешиваю две помады они похожих близких оттенков цвет похож либо на сгнившую сливу либо на завязшую розу очень для губ я считаю помогаю себе чистым аппликатором не могу завершить образ не отполировав лицо хайлайтером и все фиксирую спреем фиксатором у меня два варианта причесок первом варианте заплетаю косички ну а второй вариант более роскошные волосы наверх в общем такой вот макияж получился с вами была Даша Кей увидимся в следующих видео пока пока до скорых встреч